МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это, по сути дела, годовщина народного референдума, который проводили в марте 1991 года за сохранение единого союзного государства и возможность жить в великой стране, которая досталась нам от предков. Тот референдум власть придержащей презрели и предали. Что касается референдума в Крыму, его поддержали, и мы не просто поддержали этот референдум. Хочу вам напомнить, ровно 10 лет назад спецназовцы из НАТО высадились в Феодосии. По сути дела, они закладывали первую военную базу, но для того, чтобы с этим бороться, надо было поднять народные массы, потому что власть в Киеве секретно, тайно поддерживала эту операцию. И тогда мы, коммунисты Украины и России, привели туда 10 тысяч человек, осаждали почти 5 дней и выдавили эту НАТОвскую свору за пределы Крыма. Мы посчитали оскорблением нашей великой истории, дружбой наших народов, наших отцов-победителей, в связи с тем, что НАТОвцы пытались окопаться в этой священной земле. Хочу вам напомнить, что Крым для всех нас имеет исключительное значение. В свое время Григорий Потемкин осваивал Крым, заявил Екатерине Второй, мы обязаны присоединить Крым, потому что до тех пор, пока там будет, по сути дела, террористическая организация по имени Крымское ханство, это было государство, которое давало в наем свою армию и докатывалось за стен Москвы, а то и пыталось штурмовать стены Москвы. Через Крым тогда в рабство угнали миллионы граждан. И лишь после того, как Крым был присоединен к России, освоена Новороссия, Новороссия у нас с юга прекратились те набеги, которые терроризировали страну на протяжении многих веков. Вот это еще одна принципиальная позиция, которой мы всегда руководствовали своей практикой. С другой стороны, для меня Крым имеет личное большое значение. Мой отец, учитель Орловской школы, начинал войну защиты Бессарабии, затем сражался за Одессу, дрался за Севастополь и был там смертельно ранен, но после нескольких операций выжил и многие годы преподавал в сельской школе. Каждый раз, когда подходили праздники, он мне напоминал, что Крым святое место для всех нас. И рассказывал всю историю с времен Владимира Крестителя до всей, до Севастопольской обороны. Первый и второй, а теперь, по сути дела, мы держим третью. Надо иметь в виду, что крымчане, граждане, наши соотечественники тогда показали удивительный пример для всех нас. Мы должны из этого сделать далеко идущий урок. Урок первый. Воля народа священна. И когда народ захотел вернуться в родную гавань, собрался вместе, организовал народное ополчение, то ни один автомат и ни одна пушка в Крыму не выстрелили. Урок второй. Если офицеры и солдаты придерживаются национально-государственных интересов и защищают то, что мы вместе отставили от нацистов, бандеровцев, от фашистов, тогда можно избежать братоубийственной войны. Ни один автомат, ни одна пушка тогда в Крыму не выстрелили. Это пример и для многих тех, кто сегодня говорит о независимости. Урок третий. Самоорганизация народа. Они все сделали для того, чтобы самоорганизуясь, опереться на мощь нашей Российской Федерации. Урок четвертый. Власть, когда слышит народ, понимает и чувствует его, и откликается на чаяния народной, тогда и появляются вежливые люди, тогда и вся государственная машина начинает работать на сплоченность, дружбу и на развитие. Это позволило крымчанам, и это еще один урок и подвиг, который они совершили. Они преодолели продовольственную блокаду, энергетическую блокаду. Они сумели справиться с ситуацией, когда перекрыли Крымский канал, и многие организации попали в засуху, и коллективные хозяйства вынуждены были нести огромные убытки. Они справляются и сегодня. Сегодня Крым требует дополнительной помощи и поддержки. Сегодня в Крыму бензин самый ходовой за 40 рублей. Гораздо дороже, чем у нас в Центральной России. Зарплаты ниже, чем в целом по России, а цены, по сути дела, московские. Нам надо делать следующий и очень важный шаг в развитии всех субъектов Российской Федерации и оказании реальной помощи Крыму. МОСК прекрасный, мы поддерживали и считаю правильно, что президент курирует его строительство. Мы обратились в свое время к президенту, чтобы под наше кураторство отдали Артек. Тогда согласились взять его под федеральное крыло. За три года мы в Артеке освоили 10 миллиардов рублей. Восстановили все практически пионерские лагеря, систему воспитания детей. В прошлом году там отдохнуло 30 тысяч. В этом году есть возможность отдохнуть 39 тысяч. Это вообще жемчужина, которой может гордиться любая страна. Но необходимо более энергичная финансо-экономическая политика в целом стране. Если будет и дальше продолжаться этот либеральный курс, который проводит правительство, решить ни одну проблему ни в стране во всех субъектах, ни в Крыму, который вернулся в Россию, невозможно. Поэтому мы и предложили свою программу «Девять шагов достойной жизни», которые реализуем сейчас и в ходе думских баталий, заседаний и предстоящей предвыборной кампании. Хотел бы попросить Дмитрия Георгиевича добавить по теме, заявленной на пресс-конференции. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые участники, действительно три года исполняется «Русской весне» в Крыму. Это было яркое, волнующее, запоминающееся для всех событие, событие, которое уже вошло в новейшую историю нашей страны. Нужно видеть, в чем суть этого явления и почему успех «Русской весны» в Крыму стал возможен. Безусловно, это было восстание, мирное восстание русского населения Крыма в защиту своих гражданских прав, политических прав, прав культурных. Одновременно это было явление антифашистское, это было явление и антиолигархическое, потому что то, что происходило в Крыму, то, что происходило по всей Украине в тот момент, это установление власти бандеровщины при поддержке крупных олигархов, включая Коломойского, Порошенко и всех остальных. Сейчас, оглядываясь на прошедший период времени, мы можем сказать, что решены две из этих задач. Решена задача защиты русского населения, а его абсолютное большинство. Русские по культуре составляют почти все население Крыма плюс татары. Мы должны говорить о том, что как антифашистское явление «Русская весна» в Крыму тоже состоялось и имело успех, но когда мы говорим об антиолигархическом характере этого движения, то в этом отношении многие задачи не решены. Крым перешел из Украины в Россию, перешел из одной системы, где существовала олигархическая увольница и правил балл крупный капитал в другую систему. Она отличается политическим устройством, она отличается по многим позициям, отличается законодательная система. Но то, с чем сталкиваются крымчане сегодня, находясь в составе Российской Федерации, это та же олигархическая система. Отсюда и набор проблем. Проблем политических, проблем социальных, с которыми население Крыма сталкивается. Но если взять зарплаты и пенсии у крымчан, то они сегодня больше, чем у тех, кто остался жить на территории Украины. Но если мы возьмем покупательную способность и сопоставим с тем, что было во времена Януковича, то окажется, что эти пенсии, эти заработные платы не так уж и велики. Это результат того экономического кризиса, в состоянии которого находится сегодня Российская Федерация. Положение граждан ухудшается год от года, а это касается всего населения, в том числе и Крымского полуострова. У нас, как известно, даже Голодец признает, что 5 миллионов человек – это те, кто получают минимальную зарплату на уровне 7,5 тысяч рублей. Это 20 миллионов тех, кто получает заработную плату пособия ниже прожиточного минимума. Таких 20 миллионов человек – это абсолютно не считает, это даже не уровень бедности. Много было сказано об успехах импортозамещения в результате санкций, введенных, кстати, прежде всего по поводу возвращения Крыма в Россию. Но если мы посмотрим конкретные цифры, а свежие данные появляются постоянно, то мы увидим, что по сравнению с февралем прошлого года импорт вырос по многим позициям. Машиностроение на 23%, химическая промышленность почти на 19%. Но когда крымчане продолжают свою жизнь уже в рамках Российской Федерации, они видят и многие политические проблемы, которые есть в нашей стране, начиная с нарушений, имеющихся в России при подведении итогов голосования на выборах и заканчивая проявлениями антисоветизма и русофобии. Они хлебнули этого в свое время там, находясь в составе Украины. Но нельзя сказать, что эти проявления лежат и сегодня на территории самой Российской Федерации. В чем это проявляется? Ну, это, конечно, проявляется в попытках, например, борьбы с памятниками советской эпохи, с переносом памятников Ленину, с закрытием памятников советской эпохи. В Крыму, в Судаке, уже совершена варварская акция в отношении ленинского памятника. Есть планы по переносу памятника Ленина в Феодосии. И на фоне Ленинопада в Крыму все это, конечно, не может не вызывать вопросов у людей. Не в Крыму, а в Ленинопаде на Украине? На Украине. Одновременно мы должны сказать о том, что деятельность, что такие деятели, как Колчак, Власов, Краснов сегодня попадают под своего рода реабилитацию. Памятники устанавливаются, мемориальные доски устанавливаются. К Краснову установлен мемориальный комплекс в станице Иландской, это Шолоховская земля вообще-то. А сам Краснов был осужден по приговору Верховного суда Советского Союза за то, что служил гитлеровцем. Антисоветчина и русофобия проявляются в постоянных заявлениях последователей Валерии Новодворской, либералов новой волны, в том числе, которые продолжают брюзжать ненавистью и ядом в отношении советской эпохи. Он проявляется и в разнузданной Жириновщине, которая готова не только устраивать стычки в зале заседания Государственной Думы, но и которая также постоянно отмечается выпадами против советской эпохи, проявлениями антисоветской истерии. Более того, речь идет и о регулярных, откровенно варварских призывах гробокопательского характера. Ведь когда говорят представители той же ЛДПР о необходимости захоронить тело Ленина, это прямое гробокопательство, потому что тело захоронено, и мы об этом не раз говорили и доказывали показы. Должны в целом прямо сказать, что это все не просто дешевый популизм и попытка любыми способами заставить говорить о себе. Это еще и провокация против общества, раскола нашего общества и подрыв его нравственных основ. Есть и другая сторона у этих антиленинских выборов и этой антисоветской истерии. Это желание на вечные времена закрепить тот социальный раскол, который есть в нашей стране и ради победы, над которым в свое время Владимир Ильич Ленин столько сделал. Это борьба с идеями Ленина, с идеями справедливости, народовластия, с идеями уважения к труду, с идеями социализма. Но именно поэтому, потому что подоплека такова, ничего сделать из этого не удастся. Идея Ленина бессмертна, бессмертна его имя, а вот именно те, кто выступают с подобными инициативами, будут забыть достаточно быстро. Ну, надо понимать, что антисоветчики, тем не менее, делают свое дело разрушительное, и это идет вразрез с интересами нашего общества. Сколько бы Жириновский не атаковал либералов, но именно с либералами он сливается в своем антисоветском раже, и обслуживая идеологические либералы и жириновцы, мы должны это хорошо понимать, обслуживают сегодня крупный компрадорский капитал, который действует в конечном счете в интересах Запада. А вековая мечта Запада – это разрушение Российской Федерации и решение собственных проблем за счет наших территорий, за счет наших ресурсов, за счет наших возможностей. Три принципиально важных документа появилось за последние полтора года у Коммунистической партии Российской Федерации, которые внесли свой вклад в борьбу с антисоветизмом, русофобией и разоблачением этих явлений. Это два прямых обращения председателя Центрального комитета к народу страны – покончить с антисоветизмом, обезоружить противникам России и его же обращение «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение». Немаловажную роль сыграла и специальная развернутая статья «Идеология предателей», где была показана подноготная русофобия и подноготная антисоветизма. Мы сейчас готовимся к новому этапу в борьбе с этими явлениями. На март месяц запланирован и пройдет через неделю пленум Центрального комитета КПРФ по теме о задачах партии в борьбе с антисоветизмом и русофобией. Придаем ему очень важное значение, потому что не забыли, как антисоветизм, русофобия и национализм использовались в разрушении Советского Союза, и сегодня они играют ту же самую роль. Мы понимаем, что для борьбы за вывод страны из кризиса, для преодоления антисоветизма и русофобии нам необходимо сплочение народно-патриотических сил России. В декабре месяце Геннадий Андреевич обратился со специальным письмом ко всем сторонникам народно-патриотических сил. Письмо это названо «Время властно требует новой политики» и очень точно отражает суть того, что было сказано в этом документе. Мы исходим из необходимости сегодня сформировать команду, которая пойдет на президентские выборы, которая пойдет на выборы во все остальные органы власти. И исходим из того, что вопрос должен решаться не только о президенте, но и команде, которая будет выводить Россию из кризиса. Ведем речь о необходимости формирования правительства народного доверия. Поэтому в обращении назван целый ряд имен тех, кто на наш взгляд мог бы составить костяк такого правительства и реализовать программу мер по выводу страны из тупика. Программа эта была предложена уже больше года назад на Орловском экономическом форуме. Затем она получила название «10 шагов к достойной жизни». Мы многие сделали для того, чтобы показать ее в ходе предвыборной кампании на выборах в Государственную Думу. И считаем, что эта программа может служить основой для дальнейшего сплочения народно-патриотических сил. Впереди Московский экономический форум, где мы рассчитываем обсудить эти документы. Недавно Геннадий Ильич встречался с большим кругом представителей народно-патриотических организаций. Эта программа там тоже в основном поддерживается. Будем проводить эту работу и дальше. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Анастасия Байбекова. Пожалуйста. Я продолжу заданную тему со стороны студенчества и молодежи. Прошло три года после воссоединения Крыма, и вот это положительное, искреннее чувство закончилось. Остались нерешенные проблемы и загубляющаяся ситуация внутри страны. Для студенчества стало такое тяжелое достаточно время. Почему я сейчас поясню. Если в момент присоединения Крыма люди выходили действительно с радостью и с плакатами, которые одобряли действия президента в данном вопросе, то сейчас мы видим на примере Томского государственного университета. Студенты сгоняются, а плакаты, заготовленные надписи, уже присылаются непосредственно в вузы, чтобы с ними выходили. Тяжелое время для студенчества. С 2011 года, когда принят был убийственный закон для образования, с этого момента плата за обучение только повышается, за общежитие, также плата за проезд и прочее. Но не это главное. Главное было, что до 2015 года государство обеспечивало все расходы в вузах за культурную программу, библиотечный фонд, налоги и все прочее, то с 2016 постановлением правительства 640-м это все отменилось. И теперь на вузы переложили все время, а соответственно вузы переложили все это время на студенчество. Именно поэтому мы видим слияние университетов и техникумов порой достаточно несовместимое, как, например, сейчас мы боремся с нашим профсоюзом за то, чтобы не допустить слияния издательско-полиграфического техникума со строительным колледжем. То есть совершенно несовместимые вещи. За последний период времени, страшные цифры совершенно, 800 вузов закрылись. Сколько слияний это только за последний год? 800, да, за вот последнее время. Это только по официальным данным. Десятки филиалов и 7 тысяч школ. Что это за собой влечет? Ну еще большее ухудшение материального положения студентов. Социологические исследования учащейся молодежи показали, что в среднестатистическом бюджете студента стипендия покрывает лишь 5% расходов. Помощь родителей 45%, а 50% покрывает сам студент. Ну конечно, так дальше не может продолжаться, и митинги студенческие становятся все более популярны. Наша задача, как профсоюза, их объединить и сплотить. Сейчас мы, собственно, этим и занимаемся. Мы объединяем ребят с разных регионов, даем им понять, что такое солидарность, и что бороться можно не только одному конкретному человеку за свой вуз, но и поддерживать друг друга. И голос их может быть действительно услышан. Как, например, в городе Белграде, откуда я сама рода, мы отстояли Белгородский индустриальный колледж. Вот так всем миром. Но в ситуации, когда власть упорно продолжает игнорировать молодежную политику и науку, партия КПРФ тем временем активно поддерживает юные таланты. Вы все знаете о законе образования для всех, который снова был проигнорирован и отвергнут партии «Единая Россия». В рамках ситуации по Крыму могу сказать, что действует замечательный проект «Дети России», «Детям Донбасса». Уже на протяжении трех лет дети более трех тысяч человек получили в оздоровительном лагере «Снегири» реабилитацию, отдохнули от всей этой напряженной ситуации, потому что активно с ними проводят время, у них потрясающая программа. Тем не менее, гуманитарные конвоны у нас не заканчиваются и всегда доходят до тех, кому они действительно нужны. Молодежные проекты, огромное количество поддержка талантливой молодежи, начиная от «Земли талантов». Это, наверное, один из самых сейчас крупных конкурсов поддержки по вокалу, хореографии. То есть можно в вопросах, я расскажу более подробно. Конкурс запущен всероссийский к 100-летию Великого Октября. Это творческий, соответственно, также. Спортивное направление развито. Это наследие победителей, спортивно-просветительский проект. Патриотическо-просветительский проект «Знамя нашей победы». А в год Великого Октября немного переформатировали мы этот формат. И «Знамя Октября», «Знамя нашей победы» реализации. И много других мероприятий, как федерального значения, так и регионального. Это все инициатива наших ребят. И порой вот эта воспитательная функция, которая должна ложиться на органах, которые компетентны, вот ребята ее выполняют. Все остальное, я думаю, в вопросах конкретно про наш профсоюз и наши проекты. Спасибо большое. Истин, Александр Ющенко, пожалуйста. Уважаемые товарищи, коллеги, эта дата отмечает всего три года, но она имеет историческое значение. И будет отмечаться уже в веках, как даты, несущие историю нашей страны. Это и Чесменское сражение, взятие Исмаила, и освобождение Севастополя от фашистских захватчиков. И сегодня это воссоединение Крыма с Россией. Для меня эта дата достаточно важная, в том числе и в личном плане. Потому что, вспоминая события трехлетней давности, 25 февраля 2014 года, Геннадий Андреевич Сюганов пригласил к себе группу депутатов, когда там только все начиналось. В этой группе был адмирал Камаедов, был Леонид Калашников, Анатолий Локоть, который сейчас является мэром Новосибирска, Вячеслав Китёкин и я. И нам прямо сказали, что мы не можем смотреть со стороны, как восставший народ против всего этого бандеровского вакханалия сражается и выступает против. И мы как раз вылетели 25 февраля туда и были практически в авангарде группы депутатов, которые присутствовали во всех горячих точках тогда восставшего Крыма. И я могу сказать, что продолжая традиции, именно сегодня наша группа депутатов, по поручению Геннадия Андреевича Сюганова, вылетает в Крым, чтобы принять участие во всех торжественных мероприятиях касательно этой даты. В этой группе буду я и наш секретарь, депутат Государственного дома Казбек Тайсаев. Я могу сказать свои впечатления, когда после событий в Крыму уже 27 числа, когда уже было проведено заседание Верховного Совета по решению проведения референдума, у меня осталось от этого заседания постановление на память, я себе оставил, и я уехал в Киев посмотреть на Майдан, что там происходит, и я там прошел практически все улицы, все переулки, и я видел тот контраст, который я видел в Крыму, и то, что происходило в Киеве, когда бандеровские и националистические группировки, молодчики, вытаскивали людей на площадь и просто с ними расправлялись абсолютно зверским способом. Сегодня, спустя три года, этот контраст имеет геометрические прогрессии. То, что мы сегодня видим на телевидении, с экранов телевидения, обстрелы Донбасса, разрушение, расстрелы людей, избиение, замуровывание в офисах банков жителей, людей, это все то, что мы сегодня не видим в Крыму, а это было бы то же самое. Поэтому вот можно все, что угодно говорить, но то, что в Крыму мир и созидание, строительство дорог, обеспечение энергетической безопасности, информационной безопасности, все заслуга тех решительных действий, когда народ восстал против всего этого, и действительно были приняты исторические документы с помощью того, что произошло сегодня. Поэтому здесь в дополнение хочу напомнить историческую справку, когда Крым был освобожден, тяжелейшие разрешения Крыма после Великой Отечественной войны были восстановлены в минимально возможные стройки. В 1945 году американский президент Рузвельт, видевший прямое разрушение в Севастополе, отметил, для восстановления вашего города понадобится 50 лет, и это возможно в том случае, если мы вам поможем, без нашей помощи вам не обойтись. Мы обойтись без их помощи и восстановили. В 1954 году город Севастополь был восстановлен, за что был награжден Орденом Трудового Красного Знамена. Именно государственное программное целевое планирование необходимо сегодня, чтобы как можно скорее восстановить и укрепить экономический, технический потенциал Крыма. Спасибо. Для исторической справки первые четыре города, которые получили звание города-герои, это были Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Продолжение следует...